16 декабря жители Могилёва могут обратиться со своими проблемами к председателю госполкома Владимиру Цумыреву. В это же время жителями Бобруйска будет работать председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев. Прямые телефонные линии пройдут с 9 до 12 часов. Предновогодняя ярмарка развернется в Ледовом дворце с 21 по 24 декабря. На площадке выступят детские творческие коллективы, пройдут мастер-классы по художественному мастерству для детей и взрослых, конкурс детских рисунков. Также на предновогодней ярмарке будет организована благотворительная акция, в которой каждый сможет принять участие и помочь собрать средства для Могилёвского детского хосписа. Торжественный прием в честь столетия со дня образования органов ЗАГС Республики Беларусь прошел в Могилёве. В стенах культурно-развлекательного центра «Ренессанс» собрались руководители отделов ЗАГС Могилёвской области, ветераны отрасли и представители Главного управления юстиции Могилёвского облсполкома, чтобы вместе отпраздновать круглую дату. В прошлые годы мы встречались уже таким же составом, как сегодня. Это было на 95-летие со дня образования органов ЗАГСа. И вот в тот день мы себе спланировали, что обязательно отметим 100 лет со дня образования органов ЗАГСа. Именно поэтому сегодня этот праздник и состоялся. Органы ЗАГС ведут по жизни каждого человека, скрупулезно записывая каждый этап прожитой жизни. И всё это вместе взятое составляет историческое наследие нашего народа, нашей страны. Где действительно по-настоящему можно подвести итоги, это столетие органов ЗАГС в целом республики Беларусь. И поэтому для Могилёвщина он также важен, как и для всех регионов. И будем так говорить, что если брать в новой истории, это один из первых государственных органов после Октябрьской революции, который был создан. Наверное, об этом говорит, что дату эту празднуем мы, самая первая система органов ЗАГС, которая с 2003 года вошла в систему органов Министерства юстиции. В рамках празднования столетия органов ЗАГС от начальника главного управления юстиции Могилёвского облсполкома и заместителя председателя Могилёвского городского исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд были отмечены лучшие сотрудники. За один век ЗАГСы прошли большой путь от нелёгкого рукопесного труда до компьютеризированных систем. И сегодня эту службу по праву считают важнейшим звеном в структуре государственной исполнительной власти. На сегодняшний день в Могилёвской области работают 25 отделов ЗАГСа штатной численностью 46 сотрудников и 155 сельских исполнительных комитета. За столетнюю историю в них побывало сотни тысяч человек. В области зарегистрировано 1 млн 516 тысяч новорожденных. Создано 758 тысяч семей. Впервые в республике именно в городе Могилёве прошла первая выездная регистрация заключения брака и был создан тренд по всей стране. В будущие годы в Могилёвской области еще не 1 млн маленьких жителей будет зарегистрирован. Сотрудники органов ЗАГС Приднепровского края услышат не одну тысячу клятв вечной любви и заставят не одну сотню актов бракосочетания. Вековая история отделов ЗАГС Могилёвщины продолжается. Алина Абабурка, Леонид Секорин, Второй канал. Курсант факультета милиции Могилёвского института МВД Максим Потаренко стал серебряным призером республиканского конкурса «Студент года-2017». Серебряный призер и второе место. Конкурс «Студент года-2017» присуждается. Выдержи, пожалуйста, парень на секунду. В этом году мероприятие проходило под лозунгом «Беларусь крынится натхнение». За звание лучших боролись 10 белорусских студентов, победители региональных туров конкурса. В Минск приехали будущие инженеры, экономисты, педагоги, медик, спасатель, культуролог и оперуполномоченный. Словно яркие впечатления по самому конкурсу. Спасибо большое группе поддержки, всем организаторам, все, которые болели за меня, всему институту, мне кажется, 100% болели. Конкурс проснул ярко, организованно, красочно. Жюри оценивал интеллект и смекалку логическое мышление и ораторское мастерство. Проект «Студент года» направлен на развитие лидерских качеств, поддержку творческого потенциала студенческой молодежи, популяризацию эффективных форм участия молодежи в общественной жизни, а также на повышение престижа знаний и популяризацию профессии. Хоккейный клуб «Могилев» в уверенной игре обыграл дома спортсменов из Бреста. В рамках второго тура чемпионата Беларуси по хоккею «Могилевские львы» одержали долгожданную победу. Матч завершился со счетом 4-1. В таблице первенства экстралигия «Могилевская команда» на сегодняшний день занимает десятую строчку. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака tv2.by.